Нам надо установить хорошую преграду, той волне исторических мифов и фейков, которые пытаются нам навязать сегодня с польской стороны. Работавшие на маленьких предприятиях, они нещадно эксплуатировались. 12, 14, а то и 16 часов. Зарплата в два раза ниже, чем на предприятиях в центральных районах Польши. И люди были вынуждены покидать свои деревни, уезжать далеко-далеко, или в Южную, или в Северную Америку, или в Западную Европу. Как можно в условиях разобенности говорить о своей идентичности, своей собственной «я»? И сегодня правящий режим Моровецкого и Дуды, он продолжает эту идеологию реванша. Виктор Николаевич, здравствуйте. Доброго дня. Сегодня хотелось бы обсудить такой период в белорусской истории, как ее часть западная, которая отошла к Польше в результате Рижского мирного договора. И хотелось бы в первую очередь, наверное, начать с той политики, которую поляки проводили в отношении белорусов на этих землях. Андрей, позвольте кратко очертить смысловый контур нашей беседы, прежде чем отвечать на поставленный вопрос. Присоединение западных земель по Рижскому договору, о которых так много говорит сегодня нынешняя польская пропаганда, для нас предмет важный и актуальный для разговора. Почему? На мой взгляд, с одной стороны, в условиях неимоверного санкционного экономического, социального, информационно-идеологического давления, нам очень важно, в том числе и в этой беседе, подчеркнуть, что белорусский народ, в том числе и на западных землях, на протяжении многих веков, стремился отстоять и создать свой путь дальнейшего общественного движения, где самый главный курс на независимое, суверенное, социальное и государственное развитие. А с другой стороны, нам надо установить хорошую преграду, той волне исторических мифов и фейков, которая пытается нам навязать сегодня с польской стороны о том, что на западной территории местное население было объято заботами властей официальной Польши. Он пытается создать такой образ жизненного рая в те времена, но факты говорят о другом. Теперь отвечаю на первый поставленный вопрос. Сразу же после установления в марте договора между Россией и Польшей, по которому к Польше отошла больше половины этнической белорусской территории, власти межвоенной Польши стали реализовывать настойчиво, методично политику, которой присущи устойчивые черты. А. Десорганизация территории. Б. Архаизация экономики. В. Ассимиляция и полонизация населения. Вот кратко об этих чертах. Десорганизация. Она в те времена означала следующее. Среди местного населения эти территории стали называться в обиходе земли западного края. Но власти его и не принимали. Они в официальных документах именовали эти территории крессы восточные. А. Восточные территории. А. Речи Посполитой. Я подчеркиваю, Речи Посполитой. Не более того. А. Десорганизация также говорит и желание тех властей в межвоенной Польше, начиная с центра и заканчивая местным уровнем, представить, что там было мало населения, там были только тутейшие. Отвлечь внимание. Ну и наконец, после 1921 года эта территория была включена, и не просто включена, поделена на четыре воеводства. Воеводство на оповеты и на гмины. И надо заметить, подчеркиваю, что на всех трех властных уровнях назначались только поляки. В администрации главенствовали поляки. Если где-то и залетал какой-то беларусь, то только на исполнительные роли, не более того. Ну и как мы можем говорить о том, что здесь была забота? Ну, конечно, никак. Ну и, наконец, полонизация. Я коснусь ее чуть позже больше, а сейчас скажу кратко. Вот за эти 20 межвоенных лет делалось все, чтобы стереть это особое лицо беларусов на этих территориях, лишить их национального, культурного, этнического «я». Ну вот вы уже упомянули вот эту вот заботу в кавычках о беларусах на территории восточных кресов и те действительно фейки, которые распространяются о том, как они там хорошо жили, богато, в принципе, под властью панов никаких проблем у них не было. Но о чем говорят факты? На каких правах там на самом деле жили этнические беларусы? Вот еще один упорно разгоняемый миф сегодняшней пропаганды Польши, ну, по крайней мере, официального уровня, что в те времена жили зажиточные крестьяне и благополучные горожане. Выкладывается в интернете фото, где такой умилительный образ служивых людей, горожан, сельчан. Ну, смотришь и радуешься. Но когда заглянешь за кадр, картина выглядит совершенно иная. Возьмем город. В городе проживало, в общем-то, не так много беларусов. Там в основном проживали поляки и евреи. Но те небольшое количество, около 3%, работавшие на маленьких предприятиях, они нещадно эксплуатировались. 12, 14, а то и 16 часов. Зарплата в два раза ниже, чем на предприятиях в центральных районах Польши. Тут, наверное, надо отметить, что туда же не дошла советская власть, которая ввела 8-часовой рабочий день. Конечно, конечно. Хотя об этом эффекте знали на западных территориях местное население. Конечно, они слышали об этом. Но продолжим вот о городе, как там жилось трудовому народу. Естественно, малые предприятия создавали конкуренцию, остроту. Нет рабочих мест. Соответственно, безработица. Соответственно, вынужденная эмиграция за рубеж. Семьи остаются без кормильца. Ну, это нормально. Но город городом, а деревня, где проживало почти 80% населения западной территории. Вот я, кстати, да, хотел спросить у вас, как жили крестьяне? Потому что, ну, не зря Беларусь называют такой более аграрной страной. Ну, конечно, в первую очередь западная Беларусь. Конечно. Что мы там видим? Да, возможно, где-то есть красивые фото. Но реальная жизнь, она далека от этих умилительных фото. Ну, 75% по архивным данным и документам — это беднейшее крестьянство, у которого скудные клочки земли. Ну, вот известное слово «через полосица» — это как раз-таки крестьянам Западной Беларуси. Еще те вот живущие, те люди, которые помнят вживую времена межвоенной Польши, говорят, как тяжело доставался этот кусок хлеба, это панщины, отрабатывать надо было постоянно. И люди были вынуждены покидать свои деревни, уезжать далеко-далеко, или в Южную, или в Северную Америку, или в Западную Европу. Какой же здесь благообразный, благополучный образ жизни? Ну да, здесь, кстати, можно, наверное, вспомнить о таком явлении, как институт осадничества, так называемого, которое проводилось в Польше. Да, и об этом тоже вспоминают те еще, которые жили в те времена осадничества. Это польские военные колонисты, младшие и старшие офицеры, которые за заслуги в Советско-Польской войне 19-20-х годов получали земли, и чаще всего по фронтиру на Советско-Польской границе. Им прямо вменялось, что их задача не только обрабатывать эти земли, эксплуатировать эти земли, но вести надзор и контроль над местным населением. Что они и делали. Представьте, к 1939 году польских колонистов-осадников было более 6 тысяч. Это огромный корпус военизированных людей. И им вменялись в том числе полицейские функции. Вот есть такое слово «пацификация». Это такая акция карательная, репрессивная, чаще всего сопровождаемая осадниками, ну и полицейскими, которые вторгались в белорусские деревеньки, насаждали свои порядки, запрещали свет, лучину зажигать, собираться группками, ходить в соседние деревни, имущество разоряли. Поэтому социальный гнет и вот такой разгул, он нередко присутствовал. И это говорит о том, что объективно эта реальность далека была от этих красивых картинок и фото. Да, это вот так вот, свободно в кавычках, жили белорусы на оккупированных территориях. А как они сами относились к тому, что вот единый народ, единый этнос, просто вот взяли и таким образом искусственно разделили? По воспоминаниям отцовской бабушки моей, очень отрицательно. Ну вот, прежде всего, отрицательно на бытовом уровне. Вот представьте хрестоматийный пример. В Белоруссии, в том числе и в Западной Белоруссии, было множество речушек, которые по обе стороны реки объединяли один народ. В результате 21-го года Реческого договора, река стала разделением, границей, поделила единую территорию на восточные и западные берега, которые так просто уже не переплыть. Что было для жителей этих деревенек важным и значимым в их жизни? Вы, наверное, тоже прекрасно знаете, что в деревне самое главное. Родины, крестины, свадьбы, похороны, куда приглашаются или сами приходят свободно родственники, близкие, соседи, или радуются, или провожают в последний путь. А как это было делать, когда эта речка разделяла, а не сплачивала, не соединяла? Когда отец по одну сторону, а сын по другую. Разрывала живой организм надвое. Это нормально? Ни в коем разе. А если заглянуть за бытовой уровень, вот судьбоносный, как было в тех условиях вот этого разделения и дифференциации сохранить историческую и этническую сплоченность и единство одного народа? Единственность, по сути, это постоянный поиск своего собственного и коллективного «я» в сравнении себя с другими. Как можно в условиях разорванности говорить о своей идентичности, своем собственном «я»? Как можно передавать социальный опыт, накопленный веками, поколениями, исторической преемственность, символы ценности, те национальные культурные коды, когда им все время препятствуют, ставят барьеры, преграды, разрывает единое целое народ? Но это была реальность. И, конечно, это было наболевшим, которое жило в сердцах, в умах, в душах людей. И в городах, и в деревнях Западной Беларуси. Здесь, я думаю, обязательно нужно упомянуть тот факт, что наши предки активно сопротивлялись этому. Можно вспомнить ту же Веру Харушеву, например. Хотелось бы подробнее узнать. Подобные ущемления и деформации, которые наносились человеческим сердцам, человеческим душам, эмоциям, настроениям, безответными не оставались. С самого начала, после Иривского договора, на территории Западного края постепенно, где-то стихийно, где-то под руководством начинали возникать общественные и политические организации, которые организовывали освободительную борьбу за национальность и государственность этих территорий, за воссоединение Советской Беларуси, за воссоединение со всем остальным народом. В Вильнюсе в 1923 году на конференции коммунистических организаций был созван учредительный съезд Компартии Западной Беларуси, которая возглавила это движение за национальное и государственное освобождение. А в 1925 году возникает комсомол Западной Беларуси, который также становится в ряды этой борьбы под руководством КПЗБ, комсомола и других демократических организаций в Западной Беларуси и в 1920-е, и в 1930-е годы развертывается партизанская война. А в 1930-е годы очень широко эти организации вливаются в движение против фашизма за утверждение антифашистского фронта. Замечу, насколько я понял, мы с вами родом из Гродно, в конце 1938 года в Гродно прошла большая антифашистская манифестация против возникновения и роста фашизма в Восточной Европе и в том числе в межвоенной Польше. Ну а как польское руководство поступало с людьми, которые пытались бороться за воссоединение? Конечно, они развертывали такую тотальную, карательную и репрессивную политику. В чем она выражалась? Прежде всего, это в росте политических арестов и репрессий. Скажем, в 1920-е, в 1930-е годы на территории Западной Беларуси, если мне не изменяет память, прошло более 450 коллективных политических процессов, где было осуждено более трех тысяч человек. В 1920-е и 1930-е годы налицо ужесточение судебного преследования. Суды в межвоенной Польше посадили в тюрьмах более десяти тысяч человек. Более десяти тысяч человек. Ну и наконец-таки в 1930-е годы в Западной Беларуси был создан контрационный лагерь Березе-Картузской, что говорит само за себя. Это как-то остается в тени. И сегодня говорят о нацистских лагерях. Но в 1930-е годы уже в Березе-Картузе существовал подобный лагерь, через УЗы которого прошли, по неполным сведениям, более десяти тысяч человек. В 1935 году принимается новая конституция Польши. Она, несмотря на всю рекламу, ужесточила избирательные права граждан, прежде всего белорусов и соответствующих оппозиционных политических партий. Поэтому факты и процессы говорят об обратном. Власти межвоенной Польши, прежде всего, опирались на репрессивную и карательную политику. Кстати, говоря о репрессивной политике, я такую цифру интересную встретил, что из 400 белорусскоязычных школ, которые существовали в Западной Беларуси, в 1923 году, к 1938 году осталось только пять. Показательная математика, наверное. Это правда. Я даже добавлю, что к 1939 году, в результате подобной такой «образовательной» политики, около 130 крестьянских детей остались вообще за пределами обучения. Вот итог. Один из фактов. Но какими еще способами польские власти пытались вытравить самосознание у белорусов? Они были разными. Разными. Вот сошлюсь на один из таковых, который является гранью нашей фамильной биографии. О нем мне не раз рассказывал мой отец. Моя малая родина — это Скидельщина. Корни моей фамилии по отцу — деревни Суховляны, около Скиделя. Отец не раз вспоминал те времена и подчеркал такой момент. Он ходил в начальную школу в Скидель. Он ходил в босоногим мальчуганом. С чего начинался школьный день? В обязательном порядке. С обязательной речевки, которую предлагала классная дама-полька. Замечу, что состав учителей и прежде всего начальной школы были одни поляки. Это была официальная позиция. Никого больше не допускать. И вот текст этой речевки мне передавал отец. «Кто ты ест еще? Поляк малый, символ глубный, кожел бялый». Переведу. Кем ты являешься? Маленьким поляком. Главный символ — орел белый. Как известно, это главный элемент государственного флага межвоенной Польши. И не дай Боже, если ты не проговаривал или невнятно получал сразу указкой по рукам или еще по плечам или по голове. И еще 11 ноября государственный праздник тогдашней Польши тоже сопровождался определенной церемонией. Все выстраивались вокруг флага и обязательно должны были произнести слова заклинания. Завше — Польска. Польша — всегда. Заметьте, какой акцент в системе тогдашнего польского образования на одну из корневых национальной идентичности — этническая принадлежность. Ты только поляк и больше никто. И таких направлений было очень много. Ну, например, что было важным для сельчан? Конечно, вера, могилы предков. Ну, куда пойти прежде всего? Конечно, к своим прадцам. Но польские власти сразу заняли позицию четкую и загонять православные церкви. Уже в 1920-е годы более 500 православных церквей были преобразованы в костелы. В 1920-е, в 1930-е годы методично изгонялись газеты и журналы, которые издавались на белорусском языке. Любые поводы искали, чтобы прикрыть типографию, закрыть избу читальную, библиотеки. Только чтобы был один язык. Ну, как мы знаем, язык — это главный носитель культуры, символических кодов. Как тут быть? Конечно, в таких условиях очень сложно было сохранить свою веру, свою культуру, свои обычаи, свои ценности, свои символы. Все то, что является духовным клеем для людей, если говорить о сути, а не о красивых умилительных картинках. Вот это присутствовало. Вот вы упомянули этот лозунг «Польша всегда». Я, честно говоря, о нем не слышал, но почему-то живо ассоциации возникли с Германией превыше всего, знаменитым лозунгом. Кстати, вот об этом лозунге «Польска завши» — это я не придумал. Я это своими собственными глазами вычитал во введение к учебнику по истории для начальных школ, изданных во Львове в 1938 году. Но если коснуться такой темы, как освобождение Западной Беларуси от польской оккупации и похода оттуда Красной Армии, то тут очень много мифов, опять же, существует. Сам слышал, когда рассказывали, что вот красноармейцы якобы приходили все оборванные, грязные, белорусы вообще не были рады их встречать, не встречали их как освободителей. А как на самом деле обстояло? Знаете, это такой уже поднаторевший и поднатоевший фейк, который усиленно в начале сентября тоже навязывается постоянно, ежегодно. Он поднаторевший, но он во многих умах все еще сохранен. Да, присутствует, к сожалению. Но наша задача спокойно показывать, что это было в реальности не так. Я уж не буду ссылаться на воспоминания своих родственников или тех людей, которые жили в те времена. Я опираюсь на те документы и факты, которые присутствуют. И они говорят об искренности людей, встречавших хлебом и солью, флагами, цветами, улыбками, радостью. Почему? К 1939 году подавляющему большинству населения наболело, надоело терпеть. Терпеть что? Ну, в городах. Это сверхжесточайшую экономическую эксплуатацию. Рабочий. Рабский труд. Рабский труд, несомненно. 12-14 часов. Этих предприятий-то было немного на западных землях. Замечу, что в 20-30-е годы не росло, а уменьшалось. Более 200 мелких цехов и фабричек закрылось. Куда деваться этому человеку? Он вынужден был уезжать. Уезжать, значит, оставлять семьи, детей, жен, бескормильца. Миграция. 78 тысяч за 20 лет выехало в другие страны. Там и осели. Ну, как они могут говорить, что все было прекрасно, что они не ждали этого свободного похода. А деревья? Конечно, это хорошая жизнь. Более 70% это бедняцкие слои. Борьба за этот кусок света. Беспросветная работа с утра до позднего вечера. Конечно, осадникам было прекрасно. Им создавались 1% крупных помещиков, аристократик, генералитет, владели самыми лучшими землями, более половины в Западной Беларуси, межвоенной Польши. У них, конечно, своя история. Естественно, они будут говорить по-другому, но подавляющее-то большинство. То коренное, исконное этого же не имело. Поэтому, несомненно, оно встречалось с радостью. Еще раз хочу подчеркнуть, что это, конечно, был итог. Это провал, это фиаско политики. Когда люди отвергли без принуждения, без притеснения. Говорило само за себя. Ну и, наконец, надо еще что подчеркнуть. Здесь сработал демонстрационный эффект Советской Беларуси. Вот в этом освободительном походе люди все-таки получали с восточного берега определенную информацию, популярно-социалистической идеи, практики советского строительства, вот этой практики социальной защиты о людях. И это также было тем эффектом, который говорил совсем об обратном, чем сегодня нам пытается говорить польская пропаганда. Что это был захват? Нет, это был освободительный поход. Ну, польская пропаганда-то почему об этом пытается говорить? Тут, я думаю, не надо скрывать, что современное польское руководство, или, как их метко называют, неопилосудчики, они практически не скрывают своих планов в отношении земель Западной Украины, Западной Беларуси. Как вы считаете? Вот, Андрей, что я хотел бы подчеркнуть и донести до наших зрителей. На мой взгляд, это очень важно. Реваншистские и геополитические параллели между межвоенной и современной Польшей. Реваншистские. В 20-е годы, когда к управлению страной пришел Юзеф Пилсусский, появилась идея реванша, возрождения Великой Речи Посполитой. Польши от моря до моря, так называемая. Да. И под эту идею реванша Пилсусский создал соответствующую доктрину для страны и для ее отношений с внешним миром. Внутри страны это санация, оздоровление, все взять под тотальный контроль действующей власти, а во внешней политике это проект междуморья, от Балтики до Средиземного моря. Этот большой, огромный проект под эгидой Варшавы. И сегодня правящий режим Моровецкого и Дуды продолжает эту идеологию реванша. Страна Польши сегодня накануне перевыборов. Им очень выгодно возрождение пилсусской доктрины, реванша. И под это разгоняются настроения. В том числе официальная Варшава стремится использовать радикальную белорусскую оппозицию в качестве тарана, который они пытаются внедрить, как троянского коня, сюда, в Беларусь. Создана соответствующая доктрина прометеизма. Мол, вот Польша, она не просто так поддерживает, она превращает вот этих радикалов в носителей прометеевого огня, огня свободы. И они с помощью этого огня разожгут цветную революцию, а другими словами создадут новую ситуацию для совершения государственного переворота. Но все это под благообразными словами, о демократии, о свободе. Мы с вами говорим. А геополитические амбиции каковы? Официальная Варшава понимает, у них появился исторический шанс. Сегодня в условиях международной напряженности, остроты борьбы за передел мира, появляется возможность с помощью США и НАТО утвердить себя, то бишь Польшу и Варшаву, в качестве противовеса в Европе. На западе Германия, на востоке Польша. Ну и тут уже этот проект между море обновленный, и они как два крейсера корабля. Германия будет смотреть на западные тылы, а Польша будет восточным плацдармом. И сейчас удобный повод, борьба против России. И первая преграда это Беларусь. И Польшу пытаются превратить в плацдарм для возможного вторжения, но и прежде всего, опять-таки, возврата восточных кресов в состав Польши, вот этого проекта Великой Речи Посполитой. Естественно, вот эти параллели мы не должны забывать ни в коем разе. И мы должны постоянно и не только накануне праздника Единства говорить об этом. В противном случае, на мой взгляд, нас история не только ничему не будет учить, но и будет очень больно наказывать за незнание уроков истории. Ну, эти параллели, да, они напрашиваются сами собой. И тут еще другая параллель возникает. Не пытается ли Польша снова расшечь пожар войны в Европе, как это уже было 80 с лишним лет назад? Вы знаете, сейчас очевидна ставка на военно-силовые методы. Вы только посмотрите, как идет фронтальное, стратегическое развертывание военных сил на границах вблизи нашей страны. Не раз и не два руководство страны заявляет о создании 300-тысячной армии, уже не говоря о тех контингентах, которые подтягиваются из-за океана, из западноевропейских государств, о создании таких фронтальных кластеров посредоточения стратегического наступательного вооружения. Говорит само за себя. Исключать подобные планы ни в коем, ни в коем мере нельзя из наших соображений, как говорится, образно порох надо держать сухим. Что ж, Виктор Николаевич, спасибо вам большое за эту беседу и за ваши развернутые и содержательные ответы. Благодарю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова